Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, почему в тексте Евангелия от Матфея, пятая глава, второй стих, присутствует тавтология, как бы неоправданное повторение. Я напомню, как звучит этот текст. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, трижды об одном. Отверши уста, то есть открыв рот, учил их, говоря. Почему такая конструкция, как бы ставтологии этих слов Христа. Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на этот вопрос, он пишет. Отверз уста свои, чтобы ты познал, что он, Христос, учил даже и тогда, когда молчал. Не только, когда говорил, учил, то отверзая уста свои, то вещая делами своими. Когда же ты слышишь слова, учил их, не думай, что он говорит только к ученикам своим. Но что через учеников, говорит и ко всем. Но так как толпа была необразованная, состояла из людей, еще присмыкавшихся долу, то он, Христос, собрав пред собой учеников, обращает к ним речь свою. И в беседе с ними так говорит, что учение мудрости делается занимательным и для всех прочих, которые почти совершенно были неспособны его слушать. Намекая на это, и Лука сказал, что он обратил речь к ученикам. То есть, имея в виду всех, обратил речь к ученикам. И Матфей, показывая это, написал, приступили к нему ученики его, и учил их ввиду этого. И прочие должны были слушать внимательнее, нежели тогда, когда бы он обратил речь свою ко всем. Что имеет в виду святитель Иоанн Златоуст? Блаженный Феофилакт пишет, что ученики приступили к нему на горе для наставления в вере, народ пришел за чудесами. Но так как все благоговение ожидали, каждый своего, Христос начинает беседовать с учениками, имея в виду слушателями и простых людей. И слова, которые как бы обращены только к апостолам, они неизбежно становятся достоянием многих других. Помните, как о насыщении хлебах, хлебами сказано? Христос дал ученикам, ученики народу. И ученики написали Евангелие, которое доносят и до нас слова Христа. Эти глаголы вечной жизни. Вот подобно пишет и блаженный Феофилакт. «И он, отверзшие уста свои, для чего прибавлено отверзшие уста свои, кажется, что это излишнее, но нет, ибо он учил и не отверзая уст, каким образом, своей жизнью и чудесами. Теперь же он учит, отверзшие уста, учил говоря, учил не одних, только учеников, но и народ, а начал с блаженств...» Почему Христос начинает Нагорную проповедь? «С блаженств, подобно тому, как Давид начал с блаженств». И действительно, когда мы открываем псалтырь Давида, там говорится, первый псалом, первый стих, «Блажен муж, который не ходит на совет и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разворотителей». Хотя многие люди относят псалтырь к поэтической традиции молитвословий, но псалтырь содержит в себе очень многие нормы, которых мы должны придерживаться. О чем говорится в псалтыре? В этом стихе сказано «не ходит, не стоит, не сидит». Три положения человеческого тела. Четвертое лежит. Ну, как говорят, лежишь, спишь, не грешишь. То есть и псалтырь, и пятикнижие, и святое Евангелие излагают нам нормы возможного с нашей стороны поведения. То есть все эти священные тексты – Господне руководство к действию. «С кем не ходить, с кем не стоять за дно, и с кем даже не сидеть вместе. И тогда ты будешь блажен». Причем слово «блажен», возможный перевод – «счастлив», совершенно неожиданно оно, как бы, можно сказать, во множественном числе, что указывает на то, что блажен всегда и счастлив всегда. А не так, что вот утром проснулся, дурная голова, даже не помолился, а вечером пришел в себя, помолился. Потом, наоборот, утром помолился, а вечером не молился, потому что очень устал. Нет. Если мы воспринимаем слова Божьи как Господне руководство к действию, мы живем этими словами, этими заповедями Божьими, евангельскими заповедями блаженства. И, живя этими словами, мы будем живы. Это настоящая жизнь, которая открывается для всех, которые сохраняют верность Слову Божию. Таким образом, то, что Матфей сначала обращает внимание на то, что Христос учит не только словом, но и делом, а потом аллюзия с первым псалмом в слове «блажен», Матфей как бы говорит и нам, мало только веровать, мало только говорить эти слова, надо жить этими словами, воспринимая их как Господне руководство к действию. Таким образом, противоречие оказалось не противоречием. А если вы посмотрите современные, я их называю такие шальные переводы Нового Завета, там просто говорится, он сел и начал учить. Потому что они восприняли это как тавтологию, как бы что-то излишнее, не понимая, что это ремис, намек. Если в тексте есть какая-то шероховатость, это значит, надо остановиться и выучить, и понять этот урок. Почему сказано именно так, а не иначе. Берегите себя. Спасибо, Господь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok